Девушки отдыхают Мой бизнес я не хотел с ним делать, но у него были деньги Эй, иди посмотри в багажнике Тебя ждет сюрприз Теперь я работаю один! Аривидерчи, придурок! Так бывает, что крепкие и проверенные отношения Заканчиваются внезапно и в самый неподходящий момент Со своим лучшим другом Бу делился всем Новым велосипедом, видеокассетой с последним фильмом Джеки Чана и бизнес-идеями Он вообще не сомневался, что создать бизнес с лучшим друганом – отличный вариант У них столько общего – двор, подъезд и штраф за мелкое хулиганство Они открыли автомагазин Новорожденные бизнес-партнеры поклялись на мизинчиках Что в бизнесе будут все делать вместе И оформили ИП На друга Бу Ай-яй-яй-яй-яй-яй, Бу! Это первый шаг к драматичному разрыву Вступая в предпринимательский союз, лучше сразу подумать о расставании Конфликты между деловыми партнерами неизбежны И если вы решите разойтись, лучше остаться друзьями, сохранив репутацию, совесть и все честно нажитое в совместном бизнесе Есть минимум три способа расстаться цивилизованно Первый – идеальный вариант, когда все нюансы расставания зафиксированы письменно Вы просто следуете пунктам документа и получаете то, о чем договорились в самом начале Дальше вы, как джентльмены, попиваете Эрл Грей с капелькой молока из подарочного сервиза Второй вариант – выкуп доли у партнера Это повод для торга Каждый из вас будет настаивать на своей цене Поэтому переговоры могут затянуться Но все равно есть неплохой шанс найти компромисс и разойтись без мордобоя Третий способ подойдет тем, кто самостоятельно договориться не может Нужно собрать все аргументы, обвинения, обиды и доказательства Вспомнить пароль от ICQ, найти старые переписки и отправиться в суд Мудрый непредвзятый судья поможет разобраться, кто чего стоил в вашем партнерстве Но не факт, что после заседания вы сможете смотреть друг другу в глаза К сожалению, Бу слишком поздно осознал, что бизнес делить сложно Теперь он недавний совладелец прибыльного магазина и остался нищим Это операция «Умный таргет» Может ли таргет быть эффективным? Проверим! Здравствуйте! Как рекламируетесь? Покажите, кто пришел к вам после рекламы Проведем эксперимент Вы подключите мегафон «Таргет», а я зайду к вам еще раз Вот, например, вот этот Раньше каждый день проходил мимо А, а вот этот не уходит Мегафон Про Бизнес знает твоих клиентов и когда их надо позвать Используй рекламную платформу «Мегафон Таргет» Отправь клиенту смс или имейл Покажи баннер, напиши в Вайбере или позвони И моя любимая часть Все твои затраты за первые три месяца вернутся стопроцентным кэшбэком в виде баллов Сначала тратишь, а потом рекламируешься Бесплатно! Ты все еще не пользуешься «Мегафон Таргетом»? Тогда я к тебе не приду Поэтому воспользуйся скорее по ссылке в описании Теперь Бу остался совершенно ни с чем Кроме богатого опыта в продажах Такой не купишь, ни за какие деньги А вот за долю в новом бизнесе вполне Но перед тем, как прыгать в новые отношения, стоит подумать Бу! А оно тебе надо? Ведение дел с партнером имеет определенные минусы Нужно честно ответить на вопрос Готов ли ты идти на компромиссы и принимать решения коллегиально? Вступай в отношения, если твердо уверен, что вместе вы сможете достичь больше Чем каждый из вас поодиночке Например, если у одного из вас есть компетенции Которые просто так не купишь на рынке труда А у другого деньги Так совместное предприятие может быть очень успешным Даже в самой любящей паре Расчет никогда не помешает Это Лариса Она выходила замуж пять раз Каждый раз по любви Каждый брак был удачнее предыдущего Ведь после развода она получала все больше денег и имущества Она познакомилась с Бу на Амакон Это самая масштабная бизнес-конференция в России Они вместе слушали выступления топовых предпринимателей И терли за бизнес Кстати, в этом году я буду выступать на Амакон Расскажу, зачем бизнесу нужен Ютуб И как сделать топовый канал Переходи по ссылке в описании И покупай билеты со скидкой по моему промокоду Лариса несколько раз закупала запчасти для своего внушительного автопарка в магазине Бу Но любой, даже самый экстравагантный список от Ларисы В магазине Бу комплектовали очень быстро, четко, в срок И при этом не фальшиво улыбались Заметив, что Бу одинок без бизнес-партнера Лариса тут же предложила ему открыть свадебное агентство Она знала все про свадьбы И у нее были деньги Бу был лучшим в клиентском сервисе и продажах Такой предприниматель долго одиноким не будет Подумала Лариса Но Бу был уже не тем зеленым юнцом Поэтому решил навести справки о будущем партнере Конечно, идеальных людей не существует Но есть несколько правил, которые помогут определиться С кем стоит связывать свое будущее в бизнесе Во-первых, проверь деловую репутацию потенциального партнера Рекомендации бывших мужей оказались весьма хорошими Но на всякий случай Бу заглянул в социальные сети И расспросил бывших коллег Ларисы о ее прошлом деловом опыте И проверил судебные дела Все чисто Во-вторых, оцени готовность партнера разделить риски Бывает, что один партнер вкладывает меньше денег и времени А другой больше Это нормально Важно зафиксировать прибыль пропорционально вложениям и рискам Об этом нужно договориться на берегу В-третьих, у партнеров должны совпадать цели и ценности Например, прошлый партнер Бу хотел огромную сеть магазинов по всей стране И считал, что нужно выжимать из сотрудников максимум, а потом их увольнять А вот Лариса, как и Бог, хотела создать один уютный магазин в родном городе И считала, что сотрудники – это не просто расходный материал И, наконец, самое важное Личный комфорт Раздражают опоздания партнера? Бесит, что он говорит «довар» и «каталог»? От звуков его чавканья хочется содрать с себя кожу? Вряд ли вы сработаетесь Понимаем, сложно Но есть и хорошая новость Иметь общие интересы и мнения необязательно Даже вредно Хорошие партнеры должны дополнять друг друга своими различиями Новое свадебное агентство Бу получилось замечательным Каждый из основателей уже имел богатый опыт расставаний Поэтому новый бизнес они решили стартовать правильно А именно, форму организации выбрали ООО, а не ИП Ведь в этом случае при разрыве Каждый из партнеров получит долю пропорциональную вложенному в уставной капитал В уставе общества прописали распределение прибыли А в учредительном договоре – права и полномочия директора Порядок перехода и передачи долей Никто не застрахован от несчастного брака В бизнес-партнерстве тоже сложно заранее предположить, что именно пойдет не так Но можно записать фундаментальные договоренности в специальный договор Он станет своеобразной страховкой для денег и взаимоотношений партнеров В этом документе стоит упомянуть о распределении ответственности Способах принятия решений и выхода из конфликтных ситуаций Договор можно составить или проапгрейдить в любой момент Меняются обстоятельства ситуации на рынке, да и вы сами Главное – стремиться к мирным переговорам, чтобы решать разногласия Если самостоятельно вести диалог не получается Можно обратиться за советом к мудрому человеку Который поможет решить вопрос без лишней крови Даже если ты найдешь идеального бизнес-партнера Впереди вас ждут много ссор и разборок Вы наверняка раз десять пошлете друг друга на хутор бабочек ловить И раз сто подумаете Зачем я связался с этим мудним? Но партнерство точно может дать крутой результат В конце концов разбираться с последствиями тупых решений Сподручней вместе Редактор субтитров А.Семкин